Бюджетный уральский твой. Как встретить Новый год, если праздничное настроение есть, а денег мало? Главные новости Екатеринбурга бесплатно раздают антикризисные советы в серии специальных репортажей. Сегодня эконом-вариант праздничного застолья. Альтернатива запрещенным сырам, рецепт универсального горячего и торт на палочке на десерт. Богатый, но недорогой стол в материале Валерии Алферовой. Да, на этот Новый год останемся без цезаря с креветками. Вместо морских деликатесов и сыра пармезан – вареная колбаса с морковкой. Экзотический салат на нашином новогоднем столе нынче уступит место классическому оливье. Не патриотизма ради экономии для. Прошлый год я потратила на Новый год, покупая разные ингредиенты для салатов, на новогодний стол, в общем, 4 тысячи. Сейчас, к сожалению, придется потратить в два раза больше и то сократить бюджет, чтобы остались деньги на подарки. Из-за цен на продукты у многих сейчас кусок в горло не лезет. По подсчетам статистиков, в этом году праздничная корзина в среднем стоит 6 тысяч рублей. В копеечку россиянам влетели санкции. Доступную альтернативу испанским фруктам, голландским овощам, средиземноморской рыбе и европейским сырам быстро найти не успели. Цены на продукты питания выросли и выросли значительно на отдельной позиции. Вообще 42 вида товаров продовольственных попали под санкции. Именно по ним мы наблюдали за изменением цен. Мы имеем за прошедший год рост цен на рыбу свежемороженую, на мясо говядины, яйцо куриное, молоко, хлеб. Когда из-за эмбарго кататься как сыр в масле стало затруднительно, Светлана решила варить любимое лакомство сама. Я очень люблю козий сыр и хочется, чтобы была возможность его есть свежий и такой настоящий, чтобы там не было пальмового масла. Процесс не трудоемкий, он, конечно, занимает определенное время, но, тем не менее, оно стоит того. Причем заниматься этим можно всей семьей. Ее кухня напоминает маленькую сыроварню. В холодильнике зреет камамбер, запасы шевре и феты регулярно пополняются. Тут главное терпение и аккуратность. Например, чтобы сварить моцареллу, нужно нагреть молоко на водяной бане ровно до 34 градусов. Добавляем закваску и фермент и настаиваем 40 минут. Сырный сгусток вновь нагревается, а после отжимается через дуршлаг и вымачивается в соленой воде. Вуаля! Особенно пикантно моцарелла по-уральски смотрится с местными разносолами. Праздничный стол маринадами и соленьями уж точно не испортишь. В непростые для финансов времена людей тянет на солененькое. Каждая вторая семья делает заготовки. Остальные покупают готовые блюда. Вкусно, универсально, а главное – недорого. Люди уже покупают. Большинство любят винегреты. Покупают огурцы, квашеную капусту. То же самое для рассольников, для соляночки. И соленье – это очень обогащенный товар. В нем очень много витаминов. И не так оно скоропортишься, потому что это соленье готовится с осени и на сезон. Похоже, история повторяется. Разносолы на новогодний стол было принято ставить еще в дореволюционной России. У простого люда выбора особо не было – что осенью заготовишь, то зимой и поешь. Мясо было роскошью. Так что на вкус праздник был соленым и сладким. Благодаря выпечке. У каждого была бабушка, которая пекла оладушки. С давних времен Новый год на Урале пахнет, нет, не мандаринами, а хлебом. Точнее, шаньгами. Это блюдо придумали коми-пермики. Надежду Орлову, нехитрому, но вкусному рецепту научила мама. С тех пор без шанек ни один зимний праздник не обходится. Мы еще были детьми. Утром встаешь рано и уже слышишь запах шанек. Мама, пока мы еще просыпались, она успевала уже настряпать шанек и поставить на стол румяные шаньги с молоком. Берем за основу дрожжевое тесто и начиняем лепешки вареным картофелем с яйцом. Вот и вся наука. Все гениальное просто, уверена хозяйка. Шаньги – отличная бюджетная альтернатива привычному горячему. Главное – правильно подмазать. Смазывание шанежек маслицем для того, чтобы они стали более мягкими, сохранили такой румяный цвет. Привычка наедаться в ночь на 1 января на год вперед у россиян появилась в советские годы, когда зимний праздник стал символом мирной и сытной жизни. В Советском Союзе все-таки была приведена практика своего создания своего, так скажем, образа празднования Нового года. Салаты зимние, прежде всего. Там нету никаких экзотических фруктов, там именно то, что можно сохранить до зимы. Экономическая ситуация в стране всегда была непростой, так что из доступных продуктов хозяйки умудрялись сделать и первое, и второе, и компот. Новогодние баллы сейчас правят салаты и, конечно, пельмени. Нажимай, нажимай, давай так покрутим, чтобы… Ты тоже будешь? Давай. У них с родными есть традиция. Каждый год в канун 31 декабря семья Беззу плепет пельмени. Вот уж точно, бюджетные уральские твои. Мокрые вареные пирожки, как их в шутку называют горожане, на антикризисном столе всему голова. Чем пахнет Новый год? Апельсинами и пельменями. Пельмешки, конечно, это накануне, за несколько дней, чтобы их, как обычно, на досточках, знаете, выкладывали, на балкончик выставляли, чтобы они чуть-чуть примерзли, и потом в пакетик, в морозилку, вот, как бы с чувством выполненного долга. Пельмени начинаются с теста. Его замешивают из муки, воды, соли и яиц. В качестве начинки лучше всего подходит микс из свиного и говяжьего фарша с лучком. Тяп-ляп и готово. И родные сыты, и деньги целы. К тому же вместе с пельмешками легко склеиваются и семейные отношения. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Не только сытно накормить, но и удивить гостей можно даже в условиях жесткой экономии. Если не содержанием, то хотя бы формой. Я приготовила шоколадный бисквит уже, измельчила его. И сейчас будем добавлять, можно добавить вообще любой крем, но я добавлю вот джем. Торт на палочке. Такое лакомство россиянам пока в новинку. Зато на Западе кейк-попс и бисквитные леденцы давно распробовали. Новое лакомство быстро покоряет мир. Выглядит прикольно, весело, необычно. А вложить сюда, ну только душу, можно сказать, материальных вложений немного. И это необычно какой-то торт или там пирожное. Это вот прям как чупа-чупс, только здесь не леденец, а бисквит. Чтобы приготовить нечто на палочке, нужно раскрошить бисквит, смешать его с джемом, например, из мандаринов, и полчаса остудить в холодильнике. Из смеси катаются шарики, их нанизывают на шпажки и обмакивают в шоколад. Простой способ подсластить непростые будни. Словом, не в деньгах счастье. Богатство новогоднего стола измеряется не тысячами потраченных рублей. Новый год запоминается теплотой встреч с близкими людьми. А она не зависит от того, какая будет подана икра – красная или кабачковая. Валерия Алферова, Новости 41-го канала.